Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Хосе Романа Гутерес Солана и Гутерес Солана. Испанский художник, гравюр и автор. Обычно он подписывал свои картины как Солана. Обычно его считают экспрессионистом, но на его стиль сильным повлияли Эль Грека, черные картины Гои и работы Веласкес. Родился 28 февраля 1886 года в Мадриде. Его отец родился в Мексике, приехал в Испанию после получения наследства от своих родственников, женившись на двоюродной сестре. Первые уроки он брал у дяди Хосе Диас Пальмо, который был профессором рисования в университете Соломанки. С 1900 по 1904 год учился в школе изящных искусств в Сан-Фернандо, а в 1906 получил почетное упоминание на национальной выставке изящных искусств. Совершал частые поездки в Ла-Манчи, Варагон, Андалусию, делая наброски и заметки во время посещения карнавалов, кладбищ, больниц, борделей, черпая большое вдохновение в толпах на мадридском рынке Эль Растра. Хорошо обеспеченный деньгами от своего отца, он брал уроки пения, посещал театр и поразил себе большую страсть к боям быков. В какой-то момент он стал ассистентом в Куадрилле, команде Торрера, Бомбе. Я цитирую Википедию. В конце концов в 1917 году поселился в Мадриде, где часто посещал парки, музей Прадо, национальный археологический музей. Общался с Рамоном Дель Валье Инкланом, Рикардо Баррохой, Кулио Ромеро де Торресом, Игнасией Солуагой и другими членами генерации 98. Генерация 98 или поколение 98 представляет собой группу романистов, поэтов, эссеистов и философов, действующих в Испании во время испано-американской войны, приверженных к культурному и эстетическому обновлению и связанных с модернизмом информацией. Также посещал кафе Помба, которому руководил Рамон Гамес де ла Серна, где он встречался с коллегами-художниками, писателями и другими известными интеллектуалами, включая и Турину, Абриля, Оссе Бергамина и Томаса Барасса. Именно в этот период его личный стиль нашел полное выражение. В 1928 году провел свой первый показ в Париже, который оказался провальным. На другой выставке его картины повесили за большими дверями, чтобы они не беспокоили, в кавычках, короля Альфонсо XIII, когда он приедет с визитом. Однако в 1936 году, в начале Гражданской войны в Испании, он приобрел известность по всей Европе. В то время он отправился в Париж после краткого пребывания в Валенсии. В дополнение к своим картинам он написал несколько книг, в основном о своих путешествиях и описаниях местных обычаев. В 1926 написал роман Флоренсио Корнехо. После войны вернулся в Мадрид, где и оставался до своей смерти. Умер он 24 июня 1945 года. Ну вот так вкратце о испанском художнике-гравюре Косе Романа Гутерес Салана и Гутерес Салана. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok